это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют людям говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер сегодня будет достаточно легкий выпуск игры в классике без страстей скажем так ведь мы сегодня говорим об игре о великой игре которые в начале ноября исполнилось 60 лет действительно мы говорим о квн и о юморе в принципе и вот казалось бы 60 лет даже согласно новой пенсионной реформе эта игра должна была уйти на покой но к счастью она этого не сделала ну а 24 ноября бессменному рулевому квн александру васильевичу маслякову исполнилось 80 лет вот собственно и повод поговорить тут кстати важно сказать что 10 ноября была еще одна годовщина важная годовщина но во всяком случае для меня правда печально это день памяти михаила николаевича задорного вот какой-то момент михаил николаевич задорнов в россии стал отвечать не только за юмор собственно но и за просвещение да и за совесть принципе его принято пародировать уже классическим вот так ну тупые но на самом деле задорнов шутил конечно же не от тупых американцев ну тупые помните да она с вами он шутил она с вами копирующих запад самых бездарных его проявлениях не в лучших проявлениях а бездарных именно михаил николаевич задорнов впервые заговорил о бедах в образовании в медицине в культуре одним из первых заговорил об этом вот знаете есть такое выражение известная классика выдавливать глупость так вот каждым своим выступлением задорнов выдавливал из нас глупость а величайшей ценностью сверх идеи творчества было то что русская самобытность крайне важная на ни в коем случае не должна быть потерянным вот о чем в первую очередь говорил задорнов опять же задорнов это явление наше самобытное вот и квн вдумайтесь в это единственная программа на телевидении не франчайзинговая то есть не скопированная не заимствованная это единственная программа рожденная нами и для нас нашими смысловыми кодами и ценностями если угодно тут конечно я сделаю небольшой исторический экскурс игру в 1961 году в москве придумали три человека сергей муратов журналист альберт акселер от худрук и михаил яковлев инженер веселенькая компания не правда ли инженер худрук врач и журналист ну а сделали они это по просьбе заведующие отдела редакции для молодежи теле на телевидении елены гальперин и уж не знаю предполагали ли эти люди замечательные люди какое детище они сотворили что называется на века ну тогда передачу назвали в честь марки телевизора квн 49 и позднее расшифровали как клуб веселых и находчивых а за основу взяли чешскую передачу гадай-гадальщик но впрочем вскоре от этой гадай-гадальщика передачи практически ничего то что там практически ничего уже не осталось а в 1964 году в квн появился наш юбиляр и беспенный ведущий лидер рулевой президент планеты квн александр васильевич масляков но тогда 64 он вел игру вместе со светланой жильцовой она к слову тоже в ноябре 30 числа отмечает свой юбилей 85 лет вот так все совпало вообще наверное уже тогда 60 стартовал этот вечный разговор что квн уже не то но согласитесь друзья если бы квн по-прежнему оставался тот то кому бы он был нужен сейчас ведь мы-то уже не те если посмотреть игры старые ну я не знаю 60-х 80-х годов то изумляешься насколько там все иначе я сейчас не о юморе нет юмор он в принципе сиюминутен он в принципе скоротечен и зависит от момента вот если мы посмотрим те игры то мы увидим что сами люди другие их мышление другое и безусловно там совсем иной политические и социальный контексте и вот тут я подхожу к важной мыслим что пожалуй именно квн как ничто другое идеально отражает дух времени вот примеру что скажет вам этот номер а тогда это прозвучало как смелое высказывание как протекст как акт свободомысля и вообще на определенном этапе квн действительно стал ну такой себе разрешенной легкой формой диссидентства правда ненадолго разрешен потому что сначала игры стали показывать записи после квн заинтересовались в кгб а затем в конце 1971 года игру закрыли однако что удивительно играть в квн не прекратили и продолжили играть чуть ли не подпольным знаете принадлежность клубу веселых и находчивых стала чем-то вроде принадлежности к тайному обществу тайный союз меча и орала ну а возродился квн уже в 1986 году во время перестройки что тоже по-своему логично именно это возрождение во многом или в том числе приблизило то что произошло в девяносто первом году но я говорю о развале ссср конечно да написано немало исследований сказано немало слов о том как рок-музыка спровоцировала развал советского союза как повлияли на его крах диссиденты какой бомбой под фундамент коммунистической мечты оказался архипелаг гулаг солженицына однако почти ничего не сказано о том как квн колол и подкалывал красную империю и как превратился в одну из мощнейших форм протеста а между тем именно так оно и было дай порулить мы далее продолжаем в девяностые квн вновь жил по законам времени в котором в него играли и тогда одни мы помним 90-х одни стремительно опускались на дно а другие также стремительно взлетали вот любопытно наблюдать сейчас потоком буквально потоком идут все эти фабрики звезд шоу талантов талантливые дети проекты голос но вы понимаете о чем я говорю в общем такой себе поиск талантливых кадров однако тогда в 90-х этим занимался исключительно квн и надо сказать что весьма успешно этим занимался собственно почти все нынешнее телевидение вы сейчас вдумайтесь практически все нынешнее телевидение да и частично кинематограф созданы бывшими квн щиты то есть мы потребляем их продукта значит и их способ мышления вы скажите мне хорошо это или плохо такой себе вопрос по маяковскому точного ответа тут нет ведь с одной стороны квн действительно учит находчивость ну знаете сложно быть ненаходчивым когда ты приезжаешь другой город на последние деньги за ночь тебе нужно написать новое совершенно новое выступление потому что старое забраковал редактор страшные такие воспоминания а с другой стороны квн быстро универсален и не предполагает особой проработки темы так вот может поэтому мы живем в медиа и существуем как планктон не погружаясь глубин безусловно квн стал школой и жизни и выживания для тысяч людей а для сотен людей он стал но дорогой к успеху сейчас же квн это тоже важно проанализировать все больше дрейфует сторону стопроцентного шоу в нем все меньше литературы все меньше глубинных смыслов и меньше действительно ярких талантливых личностей квн по оставаясь большой игрой все-таки усреднился он несколько утратил и свою привлекательность и самости утратил свою уникальность он во многом проиграл конкуренцию она возросла во многом происходящее с квн и социумом в принципе вызвано тем что раньше соответствующего рода таланты могли реализовать себя исключительно в квн туда шли едва ли не все творческие силы ну а сейчас все изменилось сейчас можно реализовать себя в камеди в стендапе в блогинге в тик токи где угодно и к слову для этого нужно куда меньше усердия и куда меньше таланта чем раньше суть метаморфозы произошедшей с квн она совсем и в ином и она нам в первую очередь интересно ведь не станем забывать что эта игра коллективная эта игра рожденная временем когда коллективизм воспринимался едва ли не как высшая добродетель а вот сейчас мы существуем во время сугубо индивидуалистическое во время когда падающего толкни человек человеку волк это тоже любопытно и сейчас несмотря на все эти бесконечные тимбилдинги и прочие тренинги добиваться успеха вместе куда труднее чем раньше легче жить ради себя любимого и тут квн вновь отражение эпохи пока войну вообще хорошо изучать историю нашей страны это весьма любопытный опыт однако не будем забывать о другом о том что квн конечно же да эта игра коллективная но в то же время эта игра очень ярких индивидуальности и вот тут квн вновь задает нам вопрос метаморфоза квн вновь задает нам вопрос а много ли вы наблюдаете личности действительно личности с большой буквы ну в литературе в кино в искусстве в целом много ли таких личностей или наоборот или наоборот у нас несмотря на какие-то внешние попытки выделиться в целом все сегодня достаточно усреднено и к слову идущий сегодня с экранов юмор это юмор как правило одного человека это юмор сделанный по западным лекалам вот что любопытно все удивительная вещь мы живем в очень индивидуалистическое время когда так мало индивидуальности потому что внешне все броско повторяю но внутри то что и сильно ли отличаются друг от друга те внутренне сильно ли они отличаются те кому подарили иллюзию свободы ну чтобы им было не не так страшно чтобы им было веселее с вечным ха ха бежать ну куда-то к пропасть и да человек который мало-мальски следит за квн давно заметил что ну не знаю в последние 45 лет квн стал намного критичнее и к власти и к нашим реальным в принципе однако той свободы того протеста который был когда-то в квн в разные времена ну похоже этого уже нет это безвозвратно исчезла и подавлена вместе с этим ушла и совершенно особая площадка для социальной реализации молодежи ну а новым поколением уже не до кого впрочем друзья похоже наверное произошло не только с квн но и с нашим обществом не находите ли и вот тут сожалению уже не до шуток на днях ушел из жизни мой саратовский товарищ владимир иванов замечательный человек замечательный художник организатор книжной ярмарки одной из пяти в россии саратове волжская волна и вот о володе я говорю особенно потому что володя при всех своих талантах прежде всего был великий подвижник а русская культура в целом и русская литература в частности она всегда держалась на подвижниках володя был именно таким человеком с его уходом полагаю мы все по-своему осиротели это была программа игра в классике меня зовут платон беседен берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе ну и к вну тоже конечно удача вам любви и терпения